Мы бывали здесь прежде, мы наблюдали за вашим сонным жалким миром. Ты не сможешь игнорировать зов нашей стали, тебе придется просто подчиниться. Как вы поняли, это Горыныч, я не хотел переводить очередную Высер, блин. Как, блин, я хрен его знаю, то ли он генеральный директор, то ли он совладитель, ну, неважно. В итоге недавно, ну, как недавно, вчера взяли интервью у Мачина и Вински, ну, новой информации фактически нет, но давайте переведу все-таки, как-то так. Так, интервью взял в сетевое издание IGN, ну, IGN.com. Ну, тут небольшая предыстория, как они говорят, что если вы спросите любого игрока, какую игру они с нетерпением ждут в этом 2014 году, ну, скорее всего, вы получите ответ, что это «Ведьмак 3. Дикая охота». Это будет наверняка в этом списке. Ну, то есть, открытый мир. Ну, и разработчик получил на выставке E3 2013 года более 55 наград. Ну, и на самом деле, вот, эту игру называют самой ожидаемой RPG 2014 года. Так, дело в том, что Марфин и Вински, видимо, появился где-то там, где ребята были из IGN, они его отловили, схватили его за, сами понимаете что, и пригласили на интервью. Ну, как-то так. Значит, вопрос первый. Могут ли новички, которые не играли в первого и второго Ведьмака, играть сразу в третий? Ответ. Ну, people, блин, люди не должны играть в первого и второго Ведьмака для того, чтобы играть в третью игру, дикую охоту. Что в игре есть большое введение, то есть, грубо говоря, они уже это сделали. Кстати, вот, по поводу этого мы с вами говорили. То есть, они сделали это введение, ну, чтобы, как бы, народ всосал, блин, что там, или всосал, вкурил, я не знаю. Ну, кто чего там любит. Вот, чтобы они чувствовали себя более-менее комфортно, блин, ну, да. Ну, то есть, понятно, да. Так, ну, каждая игра, говорит Марчин Ивинский, имеет свою историю. Ну, если вы играли в эти две игры, ну, то есть, в первого и второго Ведьмака, а тем более, если вы читали книги Анжиа Сапковского, кстати, бля, обожаю этого мужика, красавчик, бля, такое створил, мама не горюй, вот, вы получите гораздо больше удовольствия, чем если вы вообще не читали, не играли. Как-то так. Ну, прямой перевод с этого вопроса вообще невозможен, на самом деле. Так, вопрос. Мы хотели бы знать, сохранение из игр, если вы играли на персональном компьютере, в общем, какой-то там вот ваш выбор будет влиять на игровой мир в третьей части. Так, ответ. Я пока не могу этого сказать, но мы определенно стоим на стороне ПК-пользователей. Ба-ля, муха. Ну, то есть, он говорит, что мы не стремимся, мы даже не хотим разочаровывать вот этот вот ребят, которые играли на персональном компьютере. Мы знаем, что вот, как бы им хотелось, чтобы все эти сохранения перенеслись, но мы работаем над этим. Как-то так. Так, следующий вопрос. Есть ли у вас планы для создания какого-то графического романа, ну, для того, чтобы преодолеть разрыв во времени и показать новичкам, что за игру вы делаете? Ответ. Да, мы уже договорились с Dark Horse Comics в США. Кстати, Dark Horse Comics – это вообще шикарная фирма. То есть, они будут выпускать кучу комиксов для этих, для пиндосов. Ну, знаете, вот, которые книжки не читают, да? Они просто картинки смотрят. Кстати, вот, чтение книжек приводит к развитию мозга, поэтому опасайтесь книжки читать. Это от меня уже. Так вот, в течение нескольких месяцев все это будет уже известно. Ну, скорее всего, они где-то ближе к лету выпустят комиксы, но это будет на территории США. Ну, для идиотов, блядь, для тупых. Так, да, кто там, нах? Так, помимо комиксов мы также выпустили, кстати, вот, видели, да, вот у меня там на канале лежит ролик, Ведьмак – настольная игра, то есть, Ведьмак Адвенча, там, Трэй Пэрэ, блин, Ну, которая была создана совместно с, сейчас, подожди, Fantasy Flight Games. Ну, есть, кстати, и цифровая версия этой игры, но она появится, ну, наверное, где-то летом для планшетов и для андроида. Так, следующий вопрос. Ведьмак Тридикая Охота, как вы заявляли, будет в 30 раз больше, чем старые игры про Ведьмака. На самом деле, это чрезвычайно сложно сделать, вот такой огромный мир, и заполнить его содержанием. Это содержание должно удерживать не телесгеймов на протяжении всей игры. Как вы этого добились? Ну, короче, ответ. Смеется. Ну, на самом деле, как он сказал, это вызов для разработчиков игр, не говоря о том, что, вот, как бы, мы сделали эту игру. На самом деле, уже сделали. С точки зрения самого развития, у нас есть хорошая команда, которая работает над игрой, а также есть собственный движок для игры. Ну, кстати, да, там, движок у них сами не сделали. У нас есть команда, которая работает над квестами, есть команда дизайнеров, и они тратят очень много времени для заполнения мира осмысленным содержанием. Как-то так, да? Ну, все это сделано специально. Итак, в «Ведьмак 3» вам не придется проходить обычные квесты, которые встречаются в других играх. Ну, как, ну, это я перевел. Фишка в том, что он сказал «Федекс квесты». «Федекс квесты» — это вот в «Скайриме», блин, там, хрен знает, вот, в любых таких играх, ну, там, поди туда, не зная куда, найди то, не зная что. Ну, нет, такого не будет. Дело в том, что, да, у вас будут заказы или какие-то побочные квесты, где вам нужно убить там каких-то зверей, еще что-то сделать. Но мы пытаемся сделать так, чтобы каждый квест был уникальным. Мы хотим привнести в историю игры какой-то смысл. Но в то же время, если вы хотите, вы можете исследовать игровой мир в своем собственном темпе, да, темпе. Ну, если вы хотите, вы можете это сделать. То есть, мы хотим, чтобы игра, игра выглядела естественно, и мы надеемся, что игроки могут, хрен его знает, это не прямой перевод, В общем, ну, чтобы игроки могли поделиться своим видеопрохождением с другими игроками. Ну, то есть, вот, с другом. Ты прошел так квест, а я прошел так, блин. И что от этого изменилось? Вот как-то так. Следующий вопрос, ну, ожидаемый. Насколько долгим будет прохождение игры без побочных квестов? Ответ. Мы рассчитываем примерно на 50 часов геймплея, на основной сюжет, в зависимости от вашего стиля игры и уровня сложности. Но, если вы решили исследовать весь мир, то, в принципе, у вас это займет где-то от 100 до 120 часов. Так, следующий вопрос. Ну, блин, офигеть. По-русски как-то перевести. То есть, он спрашивает о том, что Ведьмак 3, не будет ли он более сложен в плане обучения, чем Ведьмак 2? Ответ. Блин, ответ пипец, блин. Не, народ, я это не переведу. Короче, где-то, да. Он говорит, мы не претендуем, ну, Марчин Ивенский говорит, мы не претендуем на Dark Souls, блин. Нам это нафиг не надо. То есть, мы определенно работаем над тем, чтобы обучение для новых игроков или для тех, которые только что загрузили эту игру, то есть, все было, ну, проще, чем это есть вообще где-то, где-либо. Вот. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-фа. Ля-ля-фа. И тянуты. Ля-ля-фа. Одинокие нам уже. Никуда не успеть. Кстати, это в конце 80-х была такая известная песенка, пела ее Анжелика Почемучкина. Кто в танке, блин, по-немецки вору, на русский переводится почему. Поэтому Анжелика Почемучкина. Я что-то отвлекся. Ой, бля. Ладно, ну, все равно. Так, это уже не от меня, от Марчина. То есть, он говорит, что если вы не хотите играть на сложном уровне сложности, никто вас не заставляет. Вы можете поставить и легкие. Однако, если вы хотите поиметь драйв, то загружайте его в хардфорном режиме. В Ведьмаке третьем вы можете играть так, как вы хотите. То есть, никто вас не заставляет там, как в Дарк Соулс, бля. Кстати, в Дарк Соулс, бля, единственный уровень сложности есть. Знаете, какой? Скобочки откройте, скобочки закройте, бля, а в середине, знаешь, что это стоит? Сдохни, сука! Вот это да. Здесь этого нет. Так. Ну, офигеть. Следующий вопрос и следующий ответ. Такое ощущение, что они там с гаражером что-то выкулили. Так. Вопрос. Бля. Как же по-русски-то? Ну, в общем, вы надеетесь, что ваша игра будет... Бля. Ну, нахрен себе. В общем, короче, вы считаете, что ваша игра будет такой тяжелой, средневековой. Так. Так. Ответ вообще просто жопа. Я не хотел бы использовать термин действия игры. Потому что Ведьмак 3 по-прежнему очень сложная игра в элементах РПГ. Но мы хотели бы дать нашим игрокам какое-то ощущение послабления, по-моему. То есть, создание зелий и сортировки инвентаря этому хорошо отвечают. Пипец. Ой. Я не знаю. Ну, что-то они курили явно, блин. Я-то не курю, но вот... Судя по разговорам моих приятелей, вот... Один в один, блин. Походу, на следующем вопросе их отпустят. Так. Ну, походу, к этому вопросу их еще не отпустило. Так. Говоря о действии в игре, не могли бы вы чуть-чуть коснуться новой боевой системы. Ответ. Действительно, это трудно описать новую боевую систему. Но... Блин. Короче. Вам она понравится, потому что... Мы приложили все свои старания, все свои силы для того, чтобы она понравилась всем. То есть, грубо говоря, вот как во втором Ведьмаке не будет там фиксации на одном противнике. Ну, как... Ну, то есть, помните во второй игре, когда Ведьмак прыгал непонятно куда, там, спину подставлял? Нет, такого не будет. Вот. И он еще говорит, что... Что их вдохновило на эту боевую систему. Это игра Batman Arkham Asylum, блядь. Еб, твою мать. Ну, вот. Ну, если сравнивать, то примерно она так и выглядит. Но... Дело в том, что... Конечно, она будет совершенно другая. Вот. Это... Этот вопрос. Ну, прежде чем... Следующий вопрос буду переводить. Ну, просто наболело. Народ, меня очень сильно позабавило вот это вот... Как-то по-русски это сказать еще. Вот этот... Соединенные Штаты Америки направляют два десантных корабля в Черное море для того, чтобы обеспечить в случае необходимости эвакуацию своих олимпийцев. Блядь. Народ, нагуглите. Просто посмотрите, что из себя представляет десантный корабль. Одного хватило бы, чтобы забрать два города Сочи вместе с его населением. На самом деле, все это, скорее всего, направлено для того, чтобы гуманитарную помощь принести на Украину. Охрен вам. Дело в том, что наши уже подогнали ракетные крейсеры и два батальона морской пехоты. Я вот хотел как раз рассказать про морскую пехоту. На втором годе службы я просто в залет ушел. Соответственно, меня отправили от Читы где-то 300 километров на выживание новых бойцов. Но я обеспечивал караульную службу, еще что-то. И вот я не знаю, как залетели морпехи там. В общем, их 15 человек было, блин. В общем, их на неделю отправили просто в эту тайгу, блин. Ну, как обычно, там примерно жратва на трое суток, ну, в сухпай. Вот. Их на неделю отправили. Я потом вообще ржал, я не мог, на. То есть, через неделю вот это вот, суровые пацаны приходят. Я говорю, пацаны, как вы выжили, там жрать-то нечего было. Говорят, да вот, говорит, ефрейтор. Но он не ефрейтор, он как-то по-другому его назвал. Застреливал кабана. Они его сырым сожрали. Представляете, четверо суток они жрали сырое мясо. Дело в том, что кто служил, тот поймет. Говорят, у вас в сухпай есть пара таблеток, вот, спиртовых. На них мясо не приготовишь, а костюм разводить нельзя. Ну, как нельзя? Нельзя, потому что выдашь местоположение и все дела. Короче, они от этого кабана шкуру притащили. Они его сырым сожрали. И вот после этого кто-то говорит, что американские, эти самые морские пехотинцы круче всех в мире. Да ну нахрен, блин. Я говорю, блин, взвод наших морпехов, плюс взвод десантуры, блин. Они там батальон этих морпехов, блядь, сделают и сожрут их, блядь, даже нечищенными и даже варить их не будут ни хера. Ладно, все, это так, измышление. Ладно, это было отступление. Следующий вопрос. Сохранятся ли у вас действия от старых игр? То есть, приготовление масел, различные мещи для разных врагов, можно ли будет повысить навыки, приготовить зелье, чтобы они дали преимущество в бою. Ответ. Да ясный хрен. То есть, Ведьмак 3, это игра Ведьмак, в конце концов, и Гернки является профессиональным убийцей монстров. Существует один меч для человека. Из стали небесной, да? Помните? И один серебряный меч для убийства монстров. Это, безусловно, останется так, как это должно быть. Ну, крафт и алхимия тоже сохранятся. Ну, тут он еще добавляет. Но, в принципе, для тех игроков, которые не хардкорные, то есть, сохранится такая фишка, что можно и не крафтить оружие, и ничего не создавать. Ну, вы просто можете оказаться в полной заднице, если вы этого делать не будете. Ну, как-то так. Следующий вопрос. Геральт является профессиональным убийцам монстров. Но во второй игре, на самом деле, он занимался непонятно чем. Как бы, в третьей игре он вернется к своему занятию, или как? Ответ. Ну, это забавно, потому что в Ведьмаке втором Геральт занимался больше политикой, чем убийством монстров. Но, ну, он там ля-ля-фа, там, про Ведьмаков, там, всякую херню рассказывает. Ну, ладно. Ответ, действительно, на вопрос. Да, у нас появилась новая фишка. Это система отслеживания монстров с помощью специального чувства Ведьмака. Ну, то есть, он, как Шерлок Холмс будет себя вести, то есть, если он включает эти чувства, он может посмотреть, куда этот монстр ушел, куда не ушел, ля-ля-ля, бла-бла-бла. Но это, как бы, и в основных, и в побочных квестах будет встречаться. Так, и эту информацию, которая, вот, Ведьмачье чувство, то есть, он сможет определить слабые стороны монстров, чтобы с ними эффективно бороться. Если вы помните, в первой части, там, для того, чтобы точно определить слабое место монстра, нужно было книжку прочитать. Здесь уже этого не будет. Ну, так что он ответил, да, что охота на монстров будет одной из фишек игры. И, ну, для, ну, для некоторых игроков это будет реально забавно, потому что там до хрена побочных квестов, кстати, связанных именно с охотой на монстров. Так, следующий вопрос, достаточно забавный. Во многих играх жанра RPG вы можете почувствовать себя полубогом, ну, после игры, ну, если вы играли, там, несколько часов. Вот, приводит пример, например, в Skyrim я убивал драконов одной стрелой после того, как проиграл, там, 50 часов. Вы сможете гарантировать, что ваша игра будет совершенно другая. Ответ. Я не думаю, что это было, ну, вот, как бы, проблемы в наших предыдущих играх, кстати, да, я подтверждаю. Я не вижу, почему это должно стать проблемой в третьем Ведьмаке, в дикой охоте. Мы убеждены, что наша игра сбалансированная, ну, просто будет сбалансирована. Ну, тут он, конечно, реверанс Сурун Skyrim, а, говорит, мы любим, конечно, Skyrim, и мы его большие поклонники, но игра Ведьмак 3 совершенно другая. Ну, хрен его знает. Не буду обсирать Skyrim. То есть он сказал, что это совершенно другая игра. Ля-ля-ля. Ну, то есть у нас нет определенного сценария. То есть вы можете использовать, исследовать игровой мир Ведьмаке 3, как вам угодно будет. Вы можете пройти мимо кого-то, а можете ему помочь. Все побочные квесты, ну, вот он так говорит, что все побочные квесты вы можете пропустить по-любому. Но если эта история для вас, ну, это самая приятная часть игры, когда вы... Ну, это я уже от себя. Если, вот, например, вы идете мимо какой-то деревушки, и вас там просят о помощи, можете мимо пройти. А можете просто остановиться и зависнуть на несколько часов. Так что вот как-то так. Вот это, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Вопрос. Если я, как бы, пройду всю игру, смогу ли я вернуться к побочным квестам? То есть, вот, как бы, если вы основную сюжетную линию закончили, сможете ли вы к ней вернуться? Ответ. Ивинский говорит, ну, в этот момент ответ почти. Сейчас у вас есть полная свобода, чтобы делать то, что вы хотите, вплоть до последних нескольких часов игры. Если мы решим, что мы позволим игрокам вернуться в игру после ее окончания, я думаю, что на основе вашего выбора в игре некоторые квесты могут быть заблокированы из-за ваших же действий предыдущих. Ну, скажем, там, всю деревню убили, блин, из-за того, что вы ей не помогли или помогли. Как-то не так. Вот. То есть, вот, из-за этой деревни, говорит, вы не сможете получить побочные квесты. Но это не конкретный пример из игры, но вы меня понимаете. Офигеть. Следующий вопрос. Выбор игрока по-прежнему влияет на вселенную игры Ведьмака? Ответ. Да, постоянно. Я думаю, что это нас и отличает от других игр. Ну, подобного рода. Мы не говорим вам, что имеет значение, а что нет, но все ваши действия в игре, они по-любому будут влиять на то, как игра закончится. То есть, так, сейчас, да, Аймин. Я имею в виду, что у нас есть 36 различных окончаний в игре Ведьмак Тридника Охота. Сразу же вопрос. Да ну нахрен. На самом деле, ответ. Да, у нас есть внутренние дебаты, хорошо ли 36 концовок или более, но я могу сказать вам, что эти концовки очень сильно различаются, их достаточно много. Мы хотим сделать так, чтобы игра была реиграбельной. Ну, это я от себя, но на самом деле он, как сказал, вы наверняка захотите сыграть в игру еще один раз. Ну, вот как-то так. Следующий вопрос. Планируется ли создавать какой-то онлайн компонент в будущем или Дикая Охота только для одного игрока? Ответ. Ну, на самом деле, мы не хотим ограничивать вас рамками игры для, ну, я имею в виду, ПК-пользователей, ну, я говорю, для ПК-пользователей они выпустят редактор, и вы сможете там делать все, что угодно на самом деле. То есть, для консоли, конечно, этого редактора не будет, к сожалению, но все-таки. Вот, ответ на этот вопрос. Итак, следующий. Так, следующий вопрос. Блин, это английский язык. Что ж такое-то? В общем, почему вы выбрали консоли следующего поколения? Почему вы не захотели сделать их на третьей плойке или на Xbox 360? Ну, все это было достаточно понятно. Сначала они, как бы, склонились к тому, чтобы сделать на консолях предыдущего поколения, но дело в том, что они очень много времени потратили и решили примерно два с половиной года назад, что они будут делать следующую игру только на новых платформах. То есть, если бы мы сделали игру на плойке или на шайтан-коробке сегодняшних, наверное, пришлось пожертвовать бы почти половину нашей красоты. Не знаю, но вот видосом пришлось бы пожертвовать, по-любому. Блин, ну это чисто технический вопрос. Задает вопрос, если у вас планы сдавать в аренду ваш движок, вот, как Red Engine 3, который... Ответ. Да, в принципе, мы обсуждали этот вопрос. Ну, если кто-то захочет делать качественный RPG, то мы, безусловно, за какую-то определенную сумму долларов отдадим его в аренду. Ну, фишка в том, что Red Engine, он сделан исключительно заточенным под RPG. Вот. И дело в том, что наш движок очень хорошо работает на всех трех платформах. Напомню, ПК, Xbox One, PS4. Он реально хорошо работает. А там, и там, и там. Ну, поляки молодцы. Я не могу. Короче, следующий вопрос. Для игроков, которые играют на ПК, какие конфигурации компьютера, ну, должны быть, чтобы запустить игру и не париться? Ответ. Скобочка, смеется. Мы будем выпускать эту информацию в ближайшее время. Ну, вы уже можете начать экономить на модернизации. Короче, что хочу сказать. Дело в том, что по технической документации движок, на котором, вот Red Engine, на котором сделана игра, позволит вам экономить на видеопамяти и на частоте процессора. Ну, лучше оперативки больше прикупите. Ну, 8 мигов будет самое оно. Но, правда, придется поставить 64-битную систему. Это от себя я уже. Вот. Вот он, главный вопрос. Есть ли у вас информация о дате релиза Дикой Охоты? Пока нет, но мы будем, мы объявим его в ближайшее время. То есть, народ, ждем. Следующий вопрос. Ну, это будет в этом году? Ответ. Да, в 2014. Так, вопрос. Что будет после того, как вы выпустите Ведьмак 3? Можете ли вы рассказать нам что-нибудь о игре Cyberpunk 2077? Ну, ответ. В принципе, очень много народу спрашивают, будет ли в Cyberpunk мультиплеер, или это будет прямой шутер. Ну, я им отвечаю то, что вам отвечу. Это будет настоящая RPG-сага. То есть, мы создадим один большой игровой мир. И, то есть, вся игра будет происходить вот именно в этом ключе. Так что, ну, как он здесь называет ее тотальная RPG-игра, блин. Ну, мы смотрим на наличие большого, блин, количества новых элементов геймплея. Ну, я не могу это сказать только по себе. Но одно могу сказать точно. Это будет определенно не многопользовательский шутер. Следующий вопрос. Большинство европейских игр жанра RPG не пользуются такой популярностью и не имеют столько наград, которые есть у вас, ребята. Вас это не напрягает? Я не думаю, что это каким-то образом сказывается на нашей работоспособности. Ну, почести это, конечно, очень важно, потому что на E3 2013 Ведьмак 3, еще не вышедшая игра, получила 55 наград. А Ведьмак 2 получила еще больше. Дело в том, что вот все это награждение у нас просто стимулирует. И мы, как бы, считаем нужным, как это сказать-то, не опускать планку. Как-то так. То есть, он говорит, теперь наша ферма абсолютно финансово независимая, и мы можем делать, что мы хотим. А мы делаем так, что всем людям будет хорошо. Как-то так. Вопрос в догонку. То есть, вы теперь абсолютно независимы и можете самостоятельно публиковать будущие игры. Абсолютно. Абсолютно. Мы... То, что мы делаем, мы сами можем и издавать, и публиковать, и бла-бла-бла. То есть, мы работаем над тем, чтобы было все вообще пучком. Так, следующий вопрос. Не... Как бы, вы планируете издавать вашу игру в цифровом виде или каким-то еще образом? Говорит, ответ. Мы будем продавать ее и так, и так. То есть, и в цифровом виде она появится. У нас нет предубеждения против любой платформы или любой компании. Игра будет по-любому доступна. Как в цифровом, так и в виде носителей, по всему миру. И у нас есть 14 локализованных версий. Так, и последний вопрос. Ребята, вы фактически начинали с нуля. Есть ли у вас какой-то совет для будущих разработчиков инди-игр, которые могут столкнуться с проблемами? Ну... Ключевую составляющую, которые будут как раз составлять недостаток финансирования. Ответ. Если вы не хотите развивать огромный мир RPG, это не лучшая отправная точка. Блин, хорошо перевел. Поскольку вы сможете обанкротиться, надо начинать с малого. Главное продумать, где найти технические средства, а затем попытаться сделать хоть какой-то прототип. Ну, он может иметь где-то полчаса геймплея. Ну, от полчаса до часа геймплея. Потом показать все ваше творение друзьям. Если им это нравится, обращайтесь в средства массовой информации, в печать. И посмотрите, что они скажут об этом. Если это хорошо, то это круто. Если не так, то они дадут вам ну, короче, проверку в реальных условиях. А затем вы можете вернуться к чертежной доске. Ну, вот сейчас к примеру, возьмите документы. Игра не имеет звездной графики. Ну, и весь мир говорит об этом, потому что у этой игры есть характер. Я думаю, что основная проблема с большим количеством людей в том, что они следуют так называемому венчурному капиталисту, капитализму. Финансирование или издателям. Но я думаю, что остался еще и другой подход. Надо сделать твердый продукт, а затем выйти на рынок. Вся эта работа, она начинается, вернее, вся эта фишка вот успеха, она заключается в тяжелой работе и доказывании того, что ты ты того стоишь. А награды придут позже. Вот как-то так. Это было интервью с матчей Ивинский, блин, чуть не сказал Близинский. Это совершенно другая фишка. Из CD Projekt Red. Пацаны, я их обожаю. Хоть они нас и не любят, поляки-то, но все равно ребята вообще красавцы. Вот, под конец досмотрите. Я просто сейчас вставлю ролик последний с VGX, который я озвучил за неделю до того, как остальные сетевые издания его переозвучили. Но, ну, не то, что мне обидно. Нет, мне обидно. Дело в том, что у меня там и тысяч просмотров нифига нет, блин. Хотя я в одну харю все это сделал. И потратил на это 4,5 часа. В общем, посмотрите этот ролик, а в конце будут сиськи 3 с Меригольд. Ломали чертяки. Ладно, это было интервью с Марчином Ивински, совладетелем и генеральным директором компании CD Projekt Red. С вами был не в меру пьяный Горыныч. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока. Мы бывали здесь прежде. Мы наблюдали за вашим сонным жалким миром. Ты не сможешь игнорировать зов предназначения. Тебе придется только подчиниться. Я видел большой корабль, словно созданный из когтей мертвеца. Призраки увели всех на берег, и мою дочь тоже. Нет человека, который, встретив в дикую охоту вернулся в наш мир. Я вернулся. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...